Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. А значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на Камском автогиганте. В студии Павел Михно и Маргарита Кузьмина. Коротко о главном. Кооперация Россия-Казахстан. Чем привлекает соседей отечественный автогигант? Всероссийский, молодежный, камазовский. Форум профдвижения собрал 200 студентов. В автоград в гости к дельфинам. Сотрудники НЕФАЗа побывали на Челнинском представлении морских обитателей. Интеграция экономик в рамках Евразийского экономического союза продолжается. И тут ведущая роль за двумя государственными участниками – Россией и Казахстаном. Это крупнейшие рынки союза, и на их территории расположены промышленные гиганты, которые, к тому же, заинтересованы в кооперации. Выше сказанное подтверждается визитом на КАМАЗ делегации казахстанского правительства во главе с премьер-министром республики Оскаром Мамином. И потому, что кроме политиков в составе гостей были и предприниматели, заранее можно сделать вывод – совместные проекты вызывают взаимный интерес. Вопросы и взаимоотношения стран нагляднее всего характеризуют цифры. Если они растут, значит, сотрудничество подкреплено делами, а не словами. Так, за прошлый год объём двухсторонней российско-казахстанской торговли увеличился на 13%, достигнув 18,5 миллиардов долларов. И показатель этот будет расти. Хотя бы потому, что свою лепту намерен внести КАМАЗ. Уже 15 лет «Автогигант» ведёт новую постсоветскую историю своего присутствия в Казахстане. Компании за эти годы реализовано более 15 тысяч автомобилей. В городе Кокшитава открылось совместное производство грузовиков. По всей республике выстроена дилерская и сервисная сеть. А теперь настало время кооперации в области комплектующих и спецтехники. Это встраивание компонентного производства в глобальную компанию КАМАЗ, наше производство на территории Республики Казахстан. Инвестиции как КАМАЗа, так и институтов развития Казахстана. Уже точно решено, что партнёры построят завод по производству редукторов мостов для грузовиков и завод спецтехники. Развивающемуся Казахстану нужна современная техника, как формирование собственного автопрома. В этом вопросе опыт «Автогиганта» особо интересен гостям. Здесь несколько иная картина. Если в России автопром существует, и он получил в результате поддержки довольно серьёзное развитие, то в Казахстане это начальный этап. И, конечно, им интересен опыт России для того, чтобы добиться именно позитивных результатов. О том, что намерения соседей серьёзные, сами за себя говорят факты. Во-первых, делегация. С премьером Мамином в набережные Челны прибыл целый десант чиновников и бизнесменов. Во-вторых, гости посетили все ключевые производства «Автогиганта» – завод двигателей, новый завод каркасов кабин, финишное производство, главный сборочный конвейер автомобильного завода и не только. Ну а в-третьих, уже вечером того же дня все эти вопросы Аскар Мамин обсуждал с Дмитрием Медведевым на двухсторонней встрече премьеров. Алсу Валеева, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. По-молодёжному, по-камазовски. В набережных Челнах стартовал Всероссийский молодёжный форум профдвижения. На протяжении шести лет «Автогигант» при поддержке правительства Татарстана проводит профориентационную работу. И помогает готовить в том числе и для себя высоко квалифицированных специалистов. В этом году форум посвятили 50-летию КамАЗа и году рабочих профессий. На открытии побывала и наша съёмочная группа. Открытие Всероссийского форума прошло в спортивно-оздоровительном комплексе «Саулык» в лагере «Звёздный». Профориентационная работа помогает не только участникам набраться опыта, но и развиваться самим сотрудникам КамАЗа. Появляются новые наработки с точки зрения проведения каких-то активностей, выдачи заданий для того, чтобы ребята себя проявили. Сказать, что этот форум в развитии, ну, наверное, сказать на это мало даже. Потому что какой сегодня имеет притягательную силу этот форум, количество желающих участвовать в нём, говорит само за себя. Ежегодно в набережные Челны на форум приезжают более 200 делегатов. В этот раз география участников простирается от Поволжье до Кемерово. Посмотрели заводы очень огромные, большие, очень перспективные. Им кажется, здесь очень много работы и хочется, наверное, всё это посмотреть. В первый же день пообщалась с командой КамАЗ-мастер, получила много положительных эмоций от них. Они очень классные ребята, получила подарочек от них, пофотографировались по традиции рядом с КамАЗом. Основная цель поездки у нас была – это посетить завод КамАЗ и посмотреть на его, как работает изнутри всё это своими глазами. Мне интересно увидеть, что из себя представляет эта компания и, возможно, даже попытаться устроиться туда в будущем на работу. И такая возможность не только не исключается, но и приветствуется. Ведь сегодня они – студенты технических вузов и колледжей, а уже завтра могут пополнить коллективы заводов, в том числе и КамАЗа. И таких примеров много. Чем лучше себя покажешь на форуме, тем больше шансов получить приглашение от ведущих предприятий. В форуме я участвовала два года как участник, в этом году я участвую уже как куратор, работаю в автозапчасти «КамАЗ». Что даёт? Ну, во-первых, это какие-то новые знания, развитие. Вообще я участвовала три года подряд, куратором была. Четвёртый год я была беременная Мишей, но приехала участвовать, вместе с ними находилась. Вот Мишка родился, и мы решили приехать, поболеть за нашего папу. Знания в этом году участники получают по теме «Качество продукции через качество процессов». «КамАЗ» сегодня является лидером по многим направлениям в России, по некоторым направлениям и в мире. И особенно важно то, что сейчас компания является лидером и в части цифровой трансформации. А генеральный директор «КамАЗа» Сергей Кагогин добавил, что без большегрузов сегодня немыслима практически ни одна сфера жизни. Это перевозки, строительство, городской транспорт, ЖКХ и многое другое. Каждый из вас там рассуждается на тему, а может там программистов, цифровизацию пойти. Это тоже хорошие профессии, но всё равно каждый день на дороге нашей страны выходит полтора миллиона грузовиков. Организаторы первым делом предложили студентам самим посетить производство «КамАЗа». А это «Кузнечный», «ПРЗ», «Автомобильный» и другие. И это будет не виртуальная экскурсия, а настоящее погружение в производственную реальность. Маргарита Кузьмина, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Михаил Матвеев. Вести «КамАЗа». Форумчане уже посетили производственные площадки «КамАЗа». От теории делегаты, как говорится, перешли к практике. Прямо на месте им необходимо было показать то, чему они научились в своих вузах и на вводных лекциях форума. Так участники объявили охоту за дефектами на производстве, но только вымышленными. Им предстояло определить источники возникновения брака. После чего студенты разработали собственные проекты по недопущению претензий со стороны покупателей. Что из этого вышло, расскажем далее. Сердце любого завода – его производственные площади. Только избранные могут посетить городообразующее предприятие «КамАЗ». Увидеть своими глазами, как создается легендарный «Большегруз». Этим молодым людям повезло. Они стали участниками Всероссийского форума профдвижения. Мы не знали об этом форуме, вот узнали впервые. И принимаем участие, надеемся, что в дальнейшем будем постоянно участвовать. Очень серьезный отбор участников на этот форум. Я знаю статистику, в прошлом году было более 800 заявок. А попадают на Всероссийский форум профдвижения только чуть больше 200 студентов. Альметьевские оказались в их числе. Команда из 16 человек посетила завод двигателей. Они ознакомились с работой одного из современных промышленных предприятий. Очень хотелось самой прощупать все это. Раскрутить все гаечки, посмотреть, найти причину поломки, причину течки масла, как это у нас прописано. Показывали все чертежи, и я это все понимала. У меня с детства душа предосположена к этому всему техническому. Мне нравятся заводы, этот запах внутри цехов. И вообще, с детства я очень люблю рукодельничать. Я с детства всегда занимался рукоделием. Что-то железки, напильником. Однако цель визита не просто экскурсия. Участникам профдвижения также необходимо было выполнить задание. Найти дефект и возможности его устранения. Тема в этом году более чем актуальна. На КАМАЗе ужесточили наказание бракоделам. Но студенты доказали, они умеют устранять неполадки. Об этом они рассказали во время своей презентации. Когда уже нам принесли, получается, чертежи, там уже было сразу же понятно, где что и почему. И буквально уже на второй день мы уже примерно знали локализацию проблемы. И получается уже после обеда мы, когда поехали на завод, разобрали турбокомпрессор. И уже там все наши догадки, в принципе, подтвердились. Дефект у нас был в турбокомпрессоре. Мы его обнаружили достаточно быстро. У нас несколько конструкторов с нами в группе приехало. И поэтому у нас не было сложности обнаружить дефект. Дефект был в уплотнительных кольцах. В течение пяти дней форума студенты со всей России смогут больше узнать о своей будущей профессии. Впрочем, они не только учатся, но и отдыхают, участвуя в различных спортивных и развлекательных мероприятиях. Алсу Валеева, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко и Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. Шесть команд, одиннадцать этапов и финальная суперигра. Так на заводе двигателей выглядел День семьи, в этот раз больше напоминавший спортивные состязания. Традиционно на праздник заводчан приглашали в июле. Но в этом году в связи с корпоративным отпуском было решено перенести полюбившиеся мероприятия на последний летний месяц. Так какие же испытания ждали камазовские семьи? Репортаж с места событий. Черпак, паутина, поднос, мемы и крокодил. Что их объединяет? Всё очень просто. Это название этапов командных состязаний, которые организовали активисты завода двигателей совместно с ребятами из «Полигон-16». После тщательного инструктажа по свистку судьи команды ринулись в бой. На выполнение заданий полтора часа. Очередность не имеет значения. Главное – постараться пройти все испытания в указанное время. В этом году первый раз мы решили попробовать. Никто ещё не пробовал. И мы решили попробовать такое мероприятие. Я думаю, что очень понравилось. Смотришь на ощущения людей. И тепло, и погода хорошая, и хорошее настроение. За каждый этап команды получают определённое количество очков – выстрелов для финальной игры морского боя, в которой и определится победитель. Хотя для участников это не важно. Главное – они вместе со своими друзьями, родными и коллегами прекрасно проводят летний выходной день. Всё интересно, всё очень нравится. Вот это приятное время провождения в выходные дни. Все довольны и счастливы. Интересно, да. Детям нравится. Довольны. Захотели принять честь, потому что это интересно, это тимбилдинг. Сплочает коллектив. Детям очень нравится. Ну, мне тоже как-то всё как-то… Навизна какая-то в этом есть. Не просто на турнике подтягиваться. Это же хорошо. Помимо работников завода двигателей, в верёвочных испытаниях принимала участие и сборная команда, состоящая из семей молодёжных активистов КАМАЗа. Представители логистического центра, РИЗа и прессово-рамного заводов решили испробовать конкурсы на себе, чтобы потом провести подобные весёлые игры и на своих предприятиях. Екатерина Романова, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. Сотрудники дочки КАМАЗа из Нефтекамска автозавода «Нефаз» посетили Челнинский дельфинарий. Организатором развлекательного выезда стал правком предприятия. Такие поездки устраиваются не первый год, и многие нефазовцы приезжают в Автоград целыми семьями, чтобы ещё раз увидеть уже знакомых морских питомцев или познакомиться с новичками. Под звуки вальса челнинские морские обитатели приветствовали гостей из Нефтекамска и уже не в первый раз. Во время летних каникул правком, дочерний компании «Автогиганта», собирает своих сотрудников в различные туры по городам. И набережный Челнинский дельфинарий стал одним из пунктов маршрута. Приезжают в Автоград с удовольствием и молодёжь, и пенсионеры. У нас постоянные поездки. Не только вот, я считаю, пенсионеркой. Для меня это не всегда я могу поехать, а вот это могу. А для молодёжи вообще шикарно. Постоянно путёвки у нас есть, правком очень хорошо работает. Мы приезжаем сюда второй раз. Мы были в том году. Нам очень понравилось. Мы много снимали на видео, фотографировались. Даже купили картину дельфина. Раз такая возможность. Во-первых, это коллективная поездка. Энергетику получаешь здесь другую. Действительно, общие поездки не только сближают коллектив, но и позволяют узнать нечто новое. Например, познакомиться с подводным миром в стенах дельфинария. Даже те, кто уже не в первый раз приезжает в Челны, спешат воспользоваться возможностью запечатлеть шоу дельфинов и морских котиков. Желающих поехать. Вот на сегодняшний день я с собой привезла 156 человек. Это три полных автобуса. Была бы возможность ещё с автобусами, я думаю, желающих было бы больше. Те, кто не смог приехать в Автоград в этом году, может успеть в следующем. Такие выезды правком предприятия организовывает каждое лето. Маргарита Кузьмина, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко. Вести КАМАЗа. Такой была очередная рабочая неделя на КАМАЗе. А что готовит наступившая? Ну, кроме Дня Республики и Дня Знаний. Расскажем об этом 2 сентября в 18.00 на телеканале Челны ТВ. На этом мы, Маргарита Кузьмина и Павел Микно, с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин